Ночью 28 апреля по киевскому времени Палата представителей США поддержала программу внедрения Ленд-Лиза для Украины. За 417 голосов против 10. Это настоящий момент в истории, когда мы снова находимся в этом зале Палаты представителей, поддерживая Ленд-Лиз. Идею, которая вооружила Британию, перед лицом нацистского натиска. Но сегодня мы оказались в очень похожей ситуации, когда Путин систематически бомбит и обстреливает мирные сёла и города Украины. Это второй случай в истории, когда США утверждает закон о Ленд-Лизе. Первый был принят в марте 1941-го. Помощь вооружения оказывали Великобритании и странам-союзникам, чтобы победить Гитлера. Закон действовал до сентября 1945 года. В четверг во время выступления президент Джо Байден подчеркнул, что штаты готовы оказывать военную помощь Украине. Очень важно, чтобы это финансирование было одобрено и утверждено как можно быстрее. Вы знаете, задолго до того, как Россия начала это жестокое вторжение, я ясно дал понять, как Соединенные Штаты ответят. Предсказал, что они вторгнутся, и они, конечно, вторглись. Мы сказали, что не будем посылать американские войска воевать с российскими войсками в Украине. Но мы предоставим мощную военную помощь и попытаемся объединить западный мир против агрессии России. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, речь о Ленд-Лизе для Украины впервые прозвучала от Владимира Зеленского за пять дней до полномасштабного вторжения России на конференции по безопасности в Мюнхене. Последняя дискуссия, которую мы имели, это план маршала или Ленд-Лиз. В тексте нужно было оставить что-нибудь одно. Ленд-Лиз, наконец, сказал президент, это сейчас важнее. Выступление вы услышали следующее. Что еще мы можем сделать сейчас? Создать для Украины фонд устойчивости и восстановления, программу Ленд-Лиза, поставку новейших вооружений, техники, оборудования для нашей армии. Армии, защищающей всю Европу. По условиям, прописанным в документе, президент США может без дополнительных бюрократических процедур отправлять Украине какое-либо оборудование, оружие и другие ресурсы, необходимые для защиты гражданского населения Украины от российского вторжения и для других целей. В случае подписания документа президентом США это поможет не только Украине, но и другим восточноевропейским странам, включая Польшу, если в этом будет необходимость. Первое, что мы должны понимать, что это не будет завтра, это даже не будет послезавтра, это как минимум будет 60 дней после того, как президент подпишет это. Соответственно, это не лишает Украины возможности проводить переговоры уже сейчас, касательно того, что мы можем конкретно получить. Но опять же, мы это получим не бесплатно. Вооружение по Ленд-Лизу Украина сможет получать в кредит на выгодных условиях в аренду на более чем пять лет. Если какого-либо наименования техники или оружия не найдется в США, будут обращаться к партнерам-союзникам по НАТО. Сумма помощи по Ленд-Лизу беспрецедентна. Я думаю, что это будет порядка 100 миллиардов. Это тоже очень много как для односторонней такой помощи от одного государства к другому. Это беспрецедентно. И для Соединенных Штатов последние 30 лет так точно. Еще одна историческая аналогия, которая соблюдена в Ленд-Лизе 2022, использованную технику, можно списать. Также оплата не будет взиматься за уничтоженную технику. В связи с этим эксперты считают Ленд-Лиз практически безвозмездной помощью. Никто не просит Украину во время войны отдавать большие суммы, понимая о том, что все расходы в основном идут на армию, на то, чтобы выжить всей стране. Это касается так и людей, так и экономики. Кроме того, от США Украина сможет получать топливо, медицинские товары и даже продовольствие. А это может быть нужно не только Украине, но и Европе на фоне намечающегося дефицита продуктов в мире. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин из Днепра. Специально для информационного марафона Freedom телеканала Юэй.